Юные нарушители. В четверг сотрудники ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактический рейд, чтобы проверить, как подростки переходят дорогу. Машины инспекторов патрулировала район 63-й и 65-й школ. Как показывает практика, именно здесь школьники нарушают правила дорожного движения чаще всего. Основные правонарушения, которые совершает у нас данная группа людей, это переход проезжей части в неустанавливаемом месте в зоне видимости пешеходного перехода, а также нередки случаи, когда несовершеннолетние пренебрегают правилами, как раз таки связанные с велосипедом. За 8 месяцев этого года в дорожных происшествиях пострадало 50 несовершеннолетних. Как показывает статистика, в 17 случаях из 46 ЧП происходит именно при переходе дороги. Ребят, которые перебегают в неположенном месте, инспекторы останавливают и напоминают об осторожности. Кто-то пугается, кто-то начинает улыбаться, то есть защитный механизм, конечно, у всех разный, но в целом, когда разговариваешь, беседуешь с детьми, дети понимают и сразу снают те поступки, которые совершают. Много происшествий происходит и по вине юных велосипедистов. Они пересекают дорогу, не слезая с двухколесного транспорта и частенько не смотрят по сторонам. Теплые деньки еще не закончились и соблазн разогнаться по проезжей части и срезать путь слишком велик. Давайте в стороночку отойдем. Сколько лет нам? 12. Со скольки лет нам можно ездить на проезжей части дороги на велосипеде? С 14. А тебе? 12. Следовательно, где ты должен ездить? По тротуару. А почему ты вдоль дороги едешь? Еще так лихо вылетел там на перекрестке. Информацию о юных нарушителях направят в школы, где ребята учатся. Там с ними проведут воспитательные беседы и сообщат о правонарушениях родителям. Мария Медлицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.